История праздника Входа Господнего в Иерусалим Вход Господень в Иерусалим – так начинается последняя неделя земной жизни Иисуса Христа. Это один из великих православных праздников, который открывает Страстную неделю. После воскрешения Лазаря, Спаситель отправился в Иерусалим для празднования Пасхи. Много людей уверовало в Него после этого чуда, и поэтому с торжеством достойным правителей народ сопровождал Иисуса Христа на праздник. Господь не первый раз бывал в Иерусалиме, но до этого Он запрещал рассказывать Своим ученикам о том, что именно Он и есть всеми ожидаемый Мессия. В этот раз Господь знал, что это Его последний при земной жизни приход в священный город Иерусалим, и поэтому Иисус Христос вступал в Него как царь иудейский. Подобно своему предку, царю Давиду, который делал это также на осле символе мира. В этот день жители священного города ликовали, увидев его, бросали ему под ноги пальмовые ветви и кричали «Ассанна!», что означает «Хвала!». Иудея в это время была под властью Рима, и евреи знали от пророков о том, что скоро придет тот, кто освободит их от 90-летнего римского гнета и станет царем Израиля. Иисус Христос действительно пришел освободить человечество, но не от гнета, а от грехов, ненависти и неправды, чтобы человек смог обрести вечную жизнь в Царстве Небесном. Люди сначала приняли его с великими почестями, а вскоре стали требовать казни Иисуса «Распни его!» Вход в Иерусалим. А в этот день Иисус верхом на молодой ослице въезжал в Иерусалим, и все люди вышли встречать его. Господь воссел на осла для того, чтобы исполнить пророчество Захарии. «Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий и сидящий на ослице и на молодом осле». Таким образом Иисус показывал свое смирение и кротость. Ехал не на лошади, а скромно на осленке. Это было первое пришествие Христа. «Шел он кротко, потому что в это пришествие явился спасти мира, а не судить его». На входе в священный город его путь народ устилал своими одеждами и пальвами ветвями, что означало высшую степень почитания, которая оказывалась только правителям и царям. Чужестранцы же и те, кто ничего не слышали об Иисусе, спрашивали «Кто это?». Им все отвечали «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского, это Он воскресил из мертвых Лазаря». Изгнание торговцев. В этот же день Иисус Христос выгнал из Иерусалимского храма всех продающих и меняющих и сказал, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Этим своим поступком он запретил использовать храмы для дел, которые не связаны с почитанием Бога. Изгнав из храма продающих быков и голубей, он тем самым обозначил, что теперь в Новом Завете отменяет кровавое жертвоприношение. Сейчас Богу нужна не жертва, а только искренняя молитва. Такое поведение вызвало сильное недовольство иудейских первосвященников. Они уже поняли, что скоро вообще могут потерять власть над народом и задумали помешать Иисусу Христу. Синедрион, Верховный Совет Иерусалима, который состоял из первосвященников, законников и старейшин, объявил Иисуса Христа опасным для общества человеком. Все мы из-за него погибнем, придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели, чтобы весь народ погиб. Вербное Воскресение Праздник входа Господня в Иерусалим в переводе с еврейского языка называется Неделей Воскресением, Ваи, Ветвей. У нас в северной стране этот праздник называют еще Вербным Воскресением. В наших краях, вместо пальмовых ветвей, люди приносят для освящения в храм веточки Вербы. Верба первой распускается после долгой зимы. Богослужение Вербного Воскресения начинается в субботу на вечерней службе. После чтения Евангелия священники совершают кождение Верб, читают молитву и окропляют веточки святой водой. Освящение Вербы проводится и в праздничный день после литургии, на которой воспеваются воскрешения Лазаря и торжественное вхождение Иисуса Христа в Иерусалим. С веточками, зажженными свечами, верующие, подобно древним жителям Иерусалима, которые вышли встречать Господа, стоят при чтении праздничного канона. Свечи в руках верующих символизируют светлость праздника, воскресения Господа и воскресения для вечной жизни. Освященные веточки Вербы дома ставят в вазочку и хранят до следующего верного воскресения. В этот день верующим, которые соблюдали Великий Пост, разрешается есть рыбу и пить вино. За верным воскресением начинается Великая Седмица, Страстная Неделя, после которой наступает праздник Воскресения Господа Пасха. Слово в неделю Ваи. Святитель Феофан Затворник. Событие входа Господня в Иерусалим, исполнение пророчества Сецарьтвы грядет, а образом исполнения провозвещается призвание язычников. Как совершилось воспоминаемое ныне событие, вам, конечно, известно. Известно, как, приближаясь к Иерусалиму, Господь послал апостолов взять в ближайшие веси осля под Еревнага и жребя с ним, как по привидениях он воссел на жребя, а под Еремное само пошло вслед, как народ торжественно встретил Господа, и одни постилали ризы свои, другие срывали вай и устилали им путь, и все, даже и дети, взывали «Ассан» на сыну Давидову. Все сие вам очень ведомы. Как видите, все соприкосновенности входа Господня в Иерусалим очень просты, но по тому самому, что они очень просты, а между тем намеренно устрояются Господом, надо думать, что они имеют особенное внутреннее значение и смысл. Напряжем же рассуждение, чтоб, минуя это потрясение града, это ликование и возгласы проразуметь под всей видимостью нечто высшее и значительнейшее и взять себе из этого урок. Не считай, говорит святой Иоанн Златоуст, всего забытия маловажным. Здесь Господь открывает нам великую тайну и два представляет пророчества. Одно пророчество Он исполняет Сам, «Сецарь твой грядет к тебе», а образом исполнения Его дает другое вновь, именно предвозвещает призывание языков. Ибо осля и жребя означают два рода людей. Осля подъеремная есть образ иудеев, утомившихся уже под игом закона и жаждавших облегчения сего бремени, а жребя юная знаменует язычников, живших по своей воле. Апостолы отвязывают беспрепятственно осля и жребя. Это значит, что иудеи и язычники призваны будут в многоблагодатную церковь через апостолов, проповеди которых ничто противиться не может. Часть иудеев уверовала тогда же, прочие остались в упорстве, в коем и доселе пребывают, но это только до времени, как учит апостол. Уразумеют, наконец, и они славную участь уверовавших из язычников, возревнуют ревностью и обратятся ко Господу. Это выражается тем, что Господь воссидит на жребете, а осля подъеремная идет след его, так толкует святой Иоанн Златоуст образ Хода Господня в Иерусалим. Итак, здесь пророчество, и вы знаете, как оно исполнилось. После иудеев призваны греки, римляны и все другие тогдашние народы, а, наконец, и мы, народ славянский и русский. Стало быть, нынешним торжеством, не чуждое нам воспоминается событие, а то, что совершилось над нами самими. Ныне, как все другие языки, уверовавшие в Господа, так и мы должны поминать, как дошла до нас проповедь евангельская, как мы приняли ее и покорились благовому Игу Христову, воспоминать сие и прославлять Господа, благоволившего воссесть и на нас, попосланным поверх нас, нам одеждам и апостольских учений, воссесть воцарением над душами нашими. Сие воззвание – Асанна. Да будет у нас не одним воспоминанием восторга, бывшего тогда при встрече Господа, но и выражением собственного нашего облаженствования, которое восподобились мы верою, я же о Христе Иисусе, и действительно, и в надежде. Воссидит на нас Господь, слава и благодарение Его милосердию. Понудим же себя, братья, благопокорливому несению Господа и такому тихому поднимшествию, чтоб Он упокоивался на нас. Понудим себя удержать Его на себе до тех пор, пока Он, нами носимый, нас, носящих Его, введет в Иерусалим небесный, как носящий всяческое. Упокоим Господа совершенную Ему покорностью. Смотрите, как жребия, не обученная еще и не знавшая узды, под Господом, в первый раз воссевшим на Него, идет тихо и спокойно. Это образ того послушания и того благоустроения, какие должны являть мы в жизни своей. Будем хранить догматы, исполнять заповеди, освящаться и преображаться таинствами и молитвованиями Церкви без всякого суемудрения и нравия, с простотой у детей, хвалебно сретовших Господа. Что делали мы во весь пост? Или что делают говеющие, исповедующие и причащающиеся? Исправляют то, за что имели несчастье лишиться носимого ими Господа. Сошел было с них Господь, они снова смиренно подклоняются под эго Его и приемлют Его на себя и в себя. Вот новый оборот мысли о значении нынешнего дня. Святая Церковь, собирая нас ныне после очистительных, исправительных и осветительных своих над нами действий, хочет явить нас всех христоносцами и богоносцами. Такими и явим себя и изъявим усердную готовность являть себя таковыми всегда, не так, как иудеи, кое ныне, а сана, а через два дня распни, распни его. Не к осуждению себе приводится, а к востережению. Ведь и нам всем предлежит много искуплений. Пройдет несколько дней, настанут дни светлые. Как бы нам не развеселиться так, что Господь снова сойдет с нас, не находя покойным сидения Своего на нас ради буйности наших чувств, слов и дел, чтобы не было сего, напоминается нам непостоянство иудеев. И впереди предлагается полная картина страданий Господа, чтоб тем и другим возвести нас к твердой, как смерть, решимости быть Ему по всем верными навсегда. Когда приступаем мы к святому причастию, какой страх и благоговение, а попричащение, какое радование и веселье, но не в чувстве сила, а в крепости воли. Иудеи, с таким чувством встретившие Господа, разве были не искренни, разве не имели действительно тех чувств, какие изъязвляли, и однако же распили Господа. Мало ли и у нас бывает так, что когда принимаем Господа в святых тайнах, много являем чувств, а когда охладеют чувства, тотчас ослабеваем и не устаиваем на первых даже искушениях. Прилив чувств ненадежен, надо образовать твердость намерения и хранить его. Правда, что жизнь христианская, боугодная, есть по преимуществу жизнь сердечная, и Господь во всем требует участия сердца. Молишься ли? Сердцем молись. Милостыню ли даешь? С сердоболием давай. Постишься ли? Желанием самопожертвованию Господу постись. Но если вспышки чувств и есть постоянные неизмения чувства к Господу, и сердце всецело преданное, всего-то и требует Господь, когда говорит, Сыне, дашь мне сердце, и отдадим его, и взывая ныне, Ассанна, благословен гряды, так устроимся в сердце, чтоб из него исходило свидетельство всевидящему, Хошин, да царствуешь над нами, и навсегда пребудем верными сему царству. Так, братья, на значение ли самого праздника остановимся мыслью, или на отношение его к тому, что предшествует и последует ему, отовсюду слышим один урок, будя верен до смерти. Ответим же Господу, будем и сприбудем все, друг друга поощряя, да будет сия ветвью живою, из сердца земного прозябающую, из днем процветающую, которую принесем ныне в честь Господу, торжественно входящему в Иерусалим, на вольное ради нас страдание и смерть. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Если вам понравилось наше видео, одобряйте, ставьте лайк, а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, это даст вам возможность узнавать о новых видео, которые обязательно будут выходить на нашем канале. А также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видеоархиве. Помоги вам, Христос! С Богом!